Ещё несколько пожаров пополнили статистику пинского ГРУЧС. Днём 20 марта на частном подворье деревни Посинничи полыхнуло хозяйственное строение. 17 минут понадобилось спасателям, чтобы полностью усмирить пламя, которое повредило кровлю, перекрытие, стены. Пострадавших нет. О причинах возгорания не сообщается. По неустановленной пока причине, 26 марта ночью уже в деревне Лыще горел жилой дом. Здесь спасатели почти полчаса боролись со стихией, от которой и в этом случае тоже пострадало строение и имущества в нём. Жертв нет. Между тем, погибший был на пожаре, который произошёл на этой неделе утром 28 марта во Снежицах. Жертвой огня третий в статистике с начала года стал взрослый мужчина. Первый случай у нас случился в деревне Ласицк. Там по причине курения в постели погиб хозяин дома. Второй случай был зафиксирован в деревне Лыще. По причине нарушения эксплуатации печного отопления погиб сын хозяина дома. Произошёл третий несчастный случай. Это у нас в деревне Снежицы. На улице Снежицкой погиб гражданин 1959 года рождения. Основные версии этого пожара две. Неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации печного оборудования. Установившаяся сухая и тёплая погода заставляет сотрудников ГРОЧС сегодня быть на чеку. Потенциальную опасность представляет выжигание сухой растительности. Спасатели предупреждают о возможной беде и последствиях, в том числе наказании за нарушение запрета у разжигания костров и палов травы. За прошлый год погибли по причине выжигания сухой растительности 21 человек. По республике эта цифра очень большая. В основном это люди преклонного и пожилого возраста. За разведение костров в неустановленных местах грозит штраф до 12 базовых величин, а за выжигание сухой растительности от штраф от 10 до 40 базовых величин. Стабильно по информации спасателей. Также паводковая ситуация на Пинщине и в близлежащих районах. Большой опасности ждать не приходится, но возможны незначительные подтопления. К такому выводу пришла специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Паводок не случится из-за достаточно засушливого сезона прошлого года и низкого уровня грунтовых вод. Реки хоть и вышли на пойму, но угрозы деятельности не представляют. Последние дожди, которые прошли на территории района и города, они наносят вред такой частный характер в подворьях, где-то может быть в подвалах граждан. Но глобальные проблемы они не составляют. Если в отдельных районах возможно все же случится подтопление, в первую очередь рискуют населенные пункты. Ласиц, Кладорож, Остров, Большие и Малые Диковичи, Кудрищи, Красова, Кривчичи, Городищи и еще ряд других деревень. Спасатели просят не паниковать. А в случае, если вода зальет ваш подвал или погреб, то действовать надо грамотно. Дело в том, что если у вас в подвале стоит вода, например, уровень метр, и вы ее резко откачаете, или мы вам приедем, поможем ее откачать, то это не значит, что вода уйдет. Вода может опять прийти в ваш подвал и одновременно в этом же случае разрушить ваш подвал. Потому что на стены подвала начнется давление грунтовых вод. Поэтому делать это нужно крайне осторожно. Пока же уровень воды в Припяти, Пине и Ясельде на несколько порядков ниже норм опасно допустимого.